Цветочный десант высаживается в Кольцово. Накануне Международного Женского Дня в столице Урала ежедневно по воздуху привозят тонны роз, тюльпанов и хризантем. Правда, как выяснила Надежда Маркова, далеко не все иноземные цветы проходят через фитосанитарный пост аэропорта. Цветочный трипс питается сотом цвета, и вот поэтому мы встряхиваем, чтобы его вытвести. Это встряска для вредного организма – цветочного трипса. Чтобы отыскать маленьких жучков, агрономы по листочкам и лепесточкам разбирают тысячи букетов. Вредителя даже разглядеть сложно. Однако от таких крох бывают большие проблемы. Поэтому дальше пункта санитарного контроля в аэропорту их не пускают. Эту зараженную партию цветов, доставленных к 8 марта, сожгут. Закон есть закон. За два месяца 2016 года выявлено три карантинных объекта в 76 случаях. Это 14 тысяч срезов цветов и два килограмма зеленых культур. Это эстрагона, это базилик, это мята, базимая для ресторанов. Работники аэропорта и сельхозпограничники в цветах сейчас буквально купаются. Вот уже неделю в Екатеринбурге ежедневно приземляется чартер с заграничными розами, тюльпанами, хризантемами, герберами. Не работа, а сплошной праздник. Мы начинаем с 14 февраля. У нас с 14 февраля плавно перетекает 8 марта. То есть начинают возить 14 февраля, немножечко увеличивают обычный свой объем. Но вот к 8 марта сгоняются до своего предела. Накануне женского дня через руки агрономов, проверяющих импорт, за сутки проходит до миллиона алых рост и не только. Все это сметут с прилавков еще до 8 числа, говорят флористы. Правда, букеты из-за границы в магазинах постепенно теснят местные цветы в горшочках. Уральцы предпочитают тратить деньги на долговечные подарки. Срезанный цветок живет максимум неделю, поставленный в вазу. А примула будет украшать и радовать в течение 2-3 месяцев, как, собственно говоря, и другие горшечные культуры, которые мы выращиваем к дню 8 марта. Это колонхои, гортензия, цикламен. Цветы по-прежнему остаются самым популярным подарком на 8 марта. В среднем один скромный импортный букет обойдется горожанам в 500 рублей. Горшочек, выращенный у нас, в полторы сотни. Последние смотрятся не столь эффектно, как, например, голландские розы. Но тут, как говорится, на вкус и кошелек. По мнению большинства дарителей, красота не должна требовать финансовых жертв. Надежда Маркова, Главные новости Екатеринбурга.